Компьютерные игры давно стали частью нашей повседневной жизни, а спрос рождает предложение, и вот на прилавках уже тысячи проектов, претендующих на наши с вами симпатии кошельки. Но знаете, далеко не все из них вообще язык повернется назвать игрой. Но не все так плохо, есть несколько по-настоящему хороших проектов, достойных внимания. Вот о них я вам сейчас расскажу, уверен, вам понравится. Что же, вот и дошли у меня руки до еще одной прелести. До игры Divinity Original Sin. Сама по себе, серия Divinity уже достаточно пожилая и за долгий год успела бросить несколькими играми, разбросанными по хронологии вымышленного мира так, что только знающий лор-игрок поймет, что когда и в каком порядке происходило. Однако, как вы уже поняли, на качестве игры это не сказывается совершенно никак. Кстати, о качестве. Даже фанаты серии Divinity признают, что предыдущие игры были интересны, но не без особых косяков, что в общем-то нормально. Однако, не про одну из них нельзя было уверенно сказать, что это не просто хорошая игра, а именно, что шедевр. Вплоть до 2014 года, когда свет увидела игра Divinity Original Sin. Стоит сказать, что деньги на разработку компания Larian Studios начала собирать через Kickstarter, и сумма получилась немалой. Вот так вот фанаты поспособствовали созданию еще одной хорошей игры. Divinity Original Sin это ролевая партийная игра с пошаговыми боями. Разложу все по полкам. Во-первых, ролевая. Мы сами создаем себе персонажей, выбираем внешность, голос, пол из нескольких пресетов. Хотя можно оставить все и по умолчанию. Ну и класс, разумеется, хотя все классы тут условны, и боевая система держится на навыках. Об этом позже. И уже с порога мы можем заниматься настоящим ролеплеем. Этому способствует огромная туча диалогов, в том числе между двумя твоими персонажами, между другими сопартийцами, которые, конечно же, тоже будут внушительными техническими возможностями, которые я чуть позже продемонстрирую, и, в общем-то, увлекательным сюжетом, подкрепленным очень интересной боевой системой. Как я уже сказал, у нас будут напарники, поэтому игра партийная. Точнее, не потому, что они есть, а потому, что на них строится геймплей. Хотя по миру мы встретим персонажей со своей историей и личными квестами, с которыми также необходимо будет налаживать отношения. В бою без них никуда. Хотя, разумеется, позаботились и о тех, кто не любит компьютерных напарников. В игре есть талант «Одинокий волк», который не позволяет набирать людей со стороны, но дает больше очков для прокачки. Дело в том, что даже если ты откажешься от напарников, ты все равно не останешься один. С самого начала ты управляешь двумя созданными тобой персонажами, совершенно неразлучными. Но в случае «Одинокого волка» и бои станут на порядок тяжелее. Впрочем, игра облегчится, если на роль напарника позвать живого игрока, благо кооперативные возможности в игре очень хорошо реализованы. В общем, при любом раскладе напарники, сколько бы их ни было, играют серьезную геймплейную роль. Даже если вы играете с другом, вам все равно придется кооперативно решать некоторые спорные вопросы. Например, важные решения вы сможете принять лишь сообща. А если вдруг не придете к согласию, вам предложат универсальный игровой способ решения проблем. КНП. Камень, ножницы, пергамент. 7 бед, 1 ответ. Думаю, стоит рассказать о сюжетной завязке. Итак, мы все еще в Ревелоне, в умышленном мире этой игровой серии. Мы искатели источника, прибывшие в город по следам того самого источника. Источник это такой... Извините за каламбур. Источник. Нечистой магии, запрещенной во всем Ревелоне. Всякое осквернение, некромантия, манипуляции с душами и прочая ересь. И это все проделки источника. А мы нечто вроде инквизиторов. Орден тех, кто поклялся охранять мир от порождения источника. И, разумеется, от тех, кто решил с этим самым источником закорешиться. Дорога привела нас в прибрежный городок Сайсил. Ну, то есть, как дорога? Мы потерпели кораблекрушение, но выжили и дошли пешком. В городе все через одно место, как обычно. С одной стороны его осаждают орки, с другой у орды нежити. К тому же совсем недавно была убита важная городская шишка. И в убийстве явно замешана магия источника. Поэтому мы и здесь. В общем, нам дается карт-бланш на сыскное дело. И теперь именно мы должны распутать клубок событий и выяснить, а что что-то, собственно, происходит. Разумеется, одним Сайсилом место действия не ограничится. Мы побываем и в лесах Лукул, и в шахтерском Сильверглении, и в заснеженном Хайберхейме, и еще в куче мест. Декорации будут меняться кардинально. Пустыни, снега, пещеры, старые форты, густые леса, кладбище, ну и, разумеется, конец времени. О конце времени я скажу чуть позже. А пока немного расскажу о классах и социализации. В общем-то, в игре есть две составляющие, красиво дополняющие друг друга. Мирный час жизни, где мы беседуем, втираемся в доверие, вынюхим нужную информацию. И боевая часть, где надо непосредственно бить морды. И даже не знаю, за что сперва взяться. Все такое вкусное? Начну, наверное, с мирной. Итак, первое, что бросается в глаза, это огромное множество диалогов. Практически любой NPC здесь выльет на тебя поток сознания, прямо как в каком-нибудь Моровинде. Все очень славоохотливые. Озвучки диалогов нет, но это и не страшно совершенно. Погодите, вот погодите писать мне про озвучку, дослушайте хоть раз до конца. Ну что за люди? Ну и вот, диалоги представлены в виде текста, так что любителям вчитываться игра явно приглянется. С каждым NPC у каждого нашего основного персонажа, одного из двух, есть уровень отношения по шкале от 0 до 100, где при 0 он будет слать тебя в задницу, а при 100 вывалит тебе все свои сокровенные тайны, да еще и скидку даст на товары, если таковые имеются. А таковые, кстати, и всегда имеются. Даже у последнего бомжа можно выменить что-то на что-то, и не обязательно для этого искать рынок. Хотя предложение бомжа будет ограничено по понятным причинам. Отношения с NPC можно как наладить, так и испортить, например, воруя на его глазах. Есть таланты, которые ухудшают отношения к тебе, да военные бонусы, например, таланты всезнайка или вонючка, да, есть и такие. С потенциальными напарниками нам также придется общаться и налаживать отношения, попутно узнавая их истории. Самих напарников не очень много. Это престарелая мечница Мадора, одержимый поисками маг Джоан, дочь лесов, местная Маугли Байрдатир и немой вор Вольгров. Всего четверо, но их истории очень интересны, а некоторые из них имеют еще и неожиданный поворот. Мы узнаем, чем обоснованы рвения в бой Мадоры, каков источник силы Джоана, как потерял свой голос Вольгров и почему Байрдатир выросла в лесу. И кстати, если отношения с напарниками у вас не ахти, то в решающий момент их личного квеста они могут вас покинуть или вовсе предать, так что придется следить еще и за этим. И разумеется, по традиции, что не нравится одному, то нравится другому, так что угодить всем не выйдет. И вообще, некоторые локации и квесты проходят исключительно при помощи скайперированных действий персонажей, что не может не радовать. Ну и наверное самое интересное, отношения надо поддерживать еще и между основными персонажами, теми, кого ты создал сам. Причем неважно, играешь ты один или в кооперативе, если один, то ты сам волен отвечать за каждого согласно своей внутренней ролевой системе, если с напарником, то отвечать тебе будет он. И при этом под отношениями я понимаю не только любовные, но и дружественные, вне зависимости от выбранных полов. Кстати, это будет влиять на концовку, так что придется еще и между собой консенсус искать. Для этого будет предостаточно поводов, любое маломальски серьезное событие будет давить на желание персонажей поболтать друг с другом на эту тему. К слову, в зависимости от выбора вариантов ответов нам будут даваться очки, например, прагматизм или романтизм, и все они будут влиять на прибавку к определенным навыкам. Вот, кстати, про навыки и систему раскачки персонажа в целом. У нас есть основные характеристики – сила, интеллект, скорость, ловкость, восприятие и телосложение. В зависимости от стиля игры необходимо выбирать то, что тебе больше подходит. У классика – мечники берут силу, маги – интеллект и так далее. В зависимости от основных характеристик растут производные, такие как защита, атака, сопротивление и прочее. Есть также отдельная графа навыков. На каждом уровне нам дают очки, которые мы можем вложить в навык, прокачав его от 1 до 5. Чем больше он прокачан, тем больше придется вложиться. Навыки – это все, что связано с боем. Пока что еще упомяну про таланты. Это дополнительные навыки, дающие определенные бонусы. Например, талант «Всезнайка» ухудшает отношение NPC к тебе, но дает прибавку плюс один к интеллекту. Или вот талант «Длинные руки» дает возможность стрелять и колдовать дальше. Некоторые таланты завязаны на навыках. К примеру, прокачанная геомантия даст возможность выбрать талант и игнорировать особенности ландшафта. Ну то есть в песчаной буре ваша скорость не упадет, вы не замерзнете в снегах и не упаритесь рядом с макомой, что в бою очень помогает. Ну а теперь вернусь к навыкам, ведь они, как я уже сказал, основа боя. Бой, если кто-то вдруг забыл пошаговый и чем-то напоминает героев меча и магии. Сперва ходят те, у кого больше инициативы, или же те, кто исхитрился устроить засаду. Все персонажи, включая врагов в бою, используют доступные умения, опираясь на скорость, так называемые ОД – очки действий. В зависимости от характеристик, нам их дают определенное количество, и они тратятся на все действия в бою. На передвижение, на атаку, на навыки. Можно сохранить их и перенести на следующий ход, чтобы совершить хитрый боевой маневр. Правда, есть опасность успеть получить по шапке. Собственно, в зависимости от выбранного направления, ты можешь пользоваться разным оружием. Маг орудует посхом, ассасин кинжалами, протыкая лежачих и нападая со спины. Войн фигачит огромной железной елдой, размером с него самого, стрелок пуляет из лука и арбалета. Хочешь комбинировать? Никто не запрещает, комбинируй, сколько влезет. Благо, перераспределять навыки и изменять внешность можно будет вполне официально. Но помимо классического махания железяками, есть вот еще те самые навыки. Например, если мы развиваем навык мечник, то мы не только усиливаем атаки, но и открываем для себя возможность выучить связанные с умением финты. Учатся они по учебникам, которые продают торговцы или оставляют в качестве трофеев враги. Например, воин может впасть в ярость, сделать круговую атаку или внушить доблесть в сердца напарников. Как обычно, чем выше развит навык, тем круче способности. Ассасин может уходить в тени, скрываться на виду, больно бить, ослеплять, одурманивать и многое другое. Стрелок же пускает целую прорву стрел, которые легко крафтятся, как и бомбы, кстати. Стрелы отравляющие, стрелы одурманивающие, стрелы паровые, стрелы газовые, стрелы электрические, стрелы слабляющие, стрелы огненные, стрелы разрывные, стрелы ядовитые, стрелы замораживающие, стрелы водяные, стрелы дымовые и еще целый вагон таких же. Всего не упомнишь. Ну и как я уже сказал, все это дерьмо великолепно крафтится. Вообще система крафта в Original Sin безумно продвинута. Иногда даже чересчур. Например, нафига нарезать палку в щепки и запилок катать бумагу, когда эта бумага продается повсюду и стоит три копейки. Ну вот, можно и все тут. Многое сделано интуитивно, но, разумеется, требует навыка. И этот навык всегда себя оправдывает. Умелый кузнец будет ковать оружие и доспехи гораздо лучше трофейных, а ремесленник будет клепать вагонами бомбы, стрелы и даже книги навыков. Рецептов тут целая гора. Их тут настолько много, что список занимает огромный свиток до пола. И если знать как, то можно забабахать при наличии нужных ресурсов такие артефакты, что весь ревелон окнет от возмущения. Только все это прилично стоит, но вор будет снабжать вас деньгами, массово воруя из домов картины и прочей ценности. Это делается просто на ура. Наловчись и хоть стул из-под персонажа, сопри и ему же продай. И это не шутка. У нас вообще тут такая традиция. Только зашли в Сайсил, тут же обнесли все дома в округе и продали скарп их же хозяевам на рынке. А маг, кстати, может обезвреживать опасные ловушки на марше, телепортировать соратников в недоступные места, осушать лужи, убирать яд. В общем, даже в быту навыки имеют широкое применение. Больше всего это касается скрытности. Мало того, что она забавно реализована, и при переходе в нее персонаж прикидывается кустом или камнем, так еще и персонажей можно отвлекать. В какую сторону ты повернешь его своим диалогом в туун и смотрит. А в это время за его спиной в охраняемую зону прокрадывается куст. Не доверяйте кустам. Особенно тем, что крадутся. Вообще таких вот мелочей в игре много. Например, те же крысы, ворующие сыр. Или вот все контейнеры в игре сделаны в стиле того, что мы открываем. То есть открыли бочку, меню будет деревянное, ну и так далее. Казалось бы, зачем? А вот падишь ты. К слову, я же о магии так и не сказал. Отдельной графой тут идут колдовские навыки. Всего пять школ магии, названных интересно и заковыристо. Я не помню все их оригинальные названия, часть из них заменили в переиздании. Это аэротеоргия, гидрософистика, геомантия, пирокинетика и колдовство. Вообще находка интересная. В оригинале они были еще более заковыристо названы. Однако, зная, что такое теоргия или софистика, начинаешь ухмыляться. Впрочем, игра никогда не подавала себя на серьезных щах. Тут прикол на приколе. Первый же встречный квест в игре, это жалующийся на жизнь гигантский моллюск по имени Ишмоллюск, который хочет вернуться в море, но не может. Его на берег выбило волной, а ног-то нет. И при том мы можем ему помочь, а можем поместить в инвентарь, отнести в город, сварить из него суп и травануться им нахрен. Или вот главарь банды по имени Понтий Пират. Или безголовый Ник, который после окончания его квеста станет почти безголовым. То есть тут полно отсылок и приколов. Да что уж там, тут есть навык друг животных. Взявший его будет слышать от фауны вместо писка и мяука неосмысленную речь. Вот уж где развернулось чувство юмора разработчиков. И философствующие олени, и быки-провидцы, и коты, дающие квесты, и серьезные квесты, между прочим, и свиньи, хвастающиеся своим задом. Если вы зашли в непонятное место или наткнулись на головоломку, обязательно допросите бегающих поблизости крыс, кроликов и прочих тараканов. Они обязательно намекнут вам на решение загадки, а иногда и прямым текстом скажут, что и где находится. Дадут тактические, хотя и завуалированные советы по ждущим впереди врагам, или возможным ловушкам, или просто пошутят, а может и вовсе обругают вас, бывает и такое. Всех приколов игры не перечесть, просто знайте, это кладезь красивого и умелого юмора. Ну вот. Кажется, я говорил о магии. Извините, оригинал Син игра с настолько широкими возможностями, что мысль просто растекается, как ее не направляй. Ну вот, магия. В общем, как и все остальные навыки, магия делится на пять уровней, и чем ты круче, тем круче твои заклинания. Разумеется, кто-то уязвим к одной стихии, кто-то к другой. Стихии здесь играют свою непосредственную роль. Молния глушит и взаимодействует с водой. Мокрый персонаж получает усиленный разряд, стоящий в луже тоже агребут электродугой на несколько ходов. На мороженый пол заставляет бегущего врага подскользнуться в стиле Бенни Хилла. Ну и все в том же духе. Яд взаимодействует с огнем и маслом, вода с электричеством и морозом. В общем, простор для фантазии. Немного отдельным особняком стоит колдовство. Это призыв скелетов и различные проклятия. На самом деле, это шикарная колдовская система, заставляющая именно что думать, а не просто идти напролом. Особенно если вас двое, и особенно если вы в кооперативе. Честно говоря, мы намеренно лезли на врагов выше нас по уровню, хитря с путями отступления, тактикой выжженной в прямом смысле земли, используя расстановку бочек с маслом и последующей их детонацией. В общем, мы схищрялись, как умели, и это работает. Вообще, игра в этом смысле очень гибкая. Помнится, я провалил один квест по убеждению персонажа. Ну, знаете тот квест по воровству головы Ника. Толпа не разошлась, хозяин головы смотрит на нас, голову не украсть. Я уже вовсю материл разработчиков, которые не могли реализовать больше возможностей в этом плане. Но мой друг-ассасин натырил ширм, расставил их по периметру и сделал так, чтобы персонажи вообще не видели, что мы делаем в упор. И упер таки голову. Ну ё-моё, вот это было для меня очень неожиданно. Ну то есть конкретно заскриптованных моментов в игре практически нет. Всё ограничено лишь вашим терпением и фантазией. Так что если хотите бросить себе вызов, берите навык «Одинокий волк» и в два рыла лезьте, как мы, на крутых врагов. Каждая победа станет для вас маленьким праздником. Вот она, прелесть кооператива. Его, кстати, облегчает ещё пара моментов. Например, система очень удобной передачи предметов напарнику и система пирамидок. Да, очень скоро мы найдём две пирамидки, красную и синюю, при использовании одной из которых мы телепортируемся к другой. Таким образом, выложив пирамидку на марш, мы организуем себе путь к тактическому отступлению в случае засады, а поместив её в инвентарь, мы одним нажатием без ограничений можем телепортироваться друг к другу, что неимоверно удобно, ведь по локации хоть и раскиданы порталы, всё же локации большие, и порой приходится немало топать на своих двоих. Ну и да, как же не упомянуть конец времени. Уже в начале наших приключений мы выясним, что совы не то, чем кажутся, и мы, как эти совы, тоже не те, кем кажемся. Как бы то ни было, нам откроется доступ к концу времени, локации невероятной красоты и спокойствия нашей личной резиденции. Представьте себе крепость, плывущую в пустоте космоса, спокойствие почти погибшего мира на манер тёмных душ, только без опречённости. Это уютное спокойствие. Всё это ваше. Локации, где вы можете отточить свои навыки, перераспределить их, изменить внешность, найти несколько секретов, купить особые товары. Новые комнаты будут открываться по мере нахождения особых артефактов по ходу как основных, так и второстепенных квестов. Надо сказать, что уровень визуального дизайна в игре Divinity Original Sin очень высок. Тут тебе и потрясающие леса, и пустыни, и горы, и деревеньки, и города, заброшенные крепости, мрачные пещеры, полные опасностей. Но ничто из этого не идёт ни в какое сравнение с концом времени. На мой взгляд, с точки зрения дизайна и атмосферы, это место просто гениально. Отсюда не хочется уходить. И подкрепляет общую атмосферу как этого места, так и игры в целом потрясающей красоты саундтрек за авторством практически бессменного композитора серии Кирилла Покровского. Некоторые музыкальные темы взяты из предыдущих частей игр, некоторые даже из музыкальных альбомов самого композитора. Музыка в игре очень приятная, особенно в некоторых моментах, как в том же конце времени. Это великолепная работа. К сожалению, Кирилл Покровский больше не сможет радовать нас новыми композициями. Вскоре после выхода игры он скончался, и работа над Divinity Original Sin стала его последним делом. Ну и нельзя не сказать о переиздании игры, вышедшем в 2015 году. Многим студиям стало бы брать Larian Studios пример, когда речь заходит о любви к фанатам и своему проекту. Ведь они могли вообще бы не делать переиздание, могли просто склепать несколько патчей в один и назвать это переизданием, загнав по новой цене, как это делают некоторые. Но нет, они действительно перелопатили всю игру, озвучив абсолютно все диалоги, нарисовав новые заставки и переделав некоторые старые, добавив новые квесты, изменив систему навыков и внеся еще кучу разных поправок. Этот патч нельзя назвать аддоном по одной простой причине, он не добавляет нового контента. Если бы не этот момент, был бы полноценный аддон на уровне Каменных Сердец. Однако нет худа без добра. Собственно говоря, и нет добра без худа. Часть багов была исправлена, а часть нет. А некоторые, возможно, и вовсе появились лишь в переиздании. Сейчас уже трудно вспомнить. Вот, например, баг с музыкой, когда в определенные моменты боя она заканчивается, и следующая мелодия не начинается, бой продолжается в тишине. Помнится, этот баг еще в оригинале был. А вот из новых багов перемотка диалога, с этим теперь почему-то беда. Раньше твой компаньон мог легко читать диалог, и если ты жмешь далее, то у обоих персонажей он автоматически сползает вниз к новой фразе, как в обычном чате. А вот теперь почему-то у компаньона он остается на прежнем уровне, и приходится двигать текст вручную, а это крайне неудобно. В принципе, это убивает желание читать диалоги вообще. Искусственный интеллект сильно умнее не стал. Да, он стал еще более грамотно обходить опасную поверхность и хитрее применять навыки, но все равно он, часто попадая в позицию Цупцванга, просто зависает и пропускает ход. Ну или криво кидает гранаты прямо в косяк перед собой, себя же и задевая. Ну и прочее, фуртеля выкидывает в той же манере. К тому же некоторые нововведения кажутся мне весьма спорными. Например, систему навыков перелопатили уж чересчур. Теперь многие навыки остаются не у дел, приходится выбирать то же самое и с заклинаниями. Куча заклинаний вообще была убрана из категории доступных игроку, хотя технически в игре они все еще есть, NPC ими пользуются. Добавили привязку навыков к уровню, многие навыки вообще теперь хрен достанешь. Баланс классов и стиль игры за них тоже сильно поменялся и далеко не везде в лучшую сторону. Зачем было чинить то, что не сломано? Неясно. Озвучка хороша, молодцы, постарались на славу. Правда, от этого появился и разражающий элемент. На рыночной площади от криков голова начинает болеть уже через 10 минут, и сворачивание игры не помогает, приходится отводить камеру в другое место, более тихое. Ну и самое главное, почему они не ввели автолевелинг и систему настройки уровня сложности вместе с ним? Да, мы любим сложность, мы хотим, чтобы сложно было везде. Или легко, или средне, это не важно. Но получается так, что вот тут мы бьем орков старше нас, получаем уровни, идем в другую локацию, а там враги уже слабее нас, и мы их просто затаптываем, не обернувшись даже. И если в первой локации еще понятно, кто где, то в последующих разобраться, какая местность для какого уровня, практически нереально. В итоге некоторые локации проходятся, ну, крайне скучно, тот же Хайберхейм. Хоть бы указатель какой добавили, на каком уровне куда идти, а ведь весь баланс убивается подчистую, вместе с интересом. На этом минусы игры заканчиваются. И какой же напрашивается итог? Стоит ли игра всех этих дифферамп? Вот стоит, еще как стоит. Двините Оригинал Син – это замечательная игра, веселая, умная, красивая, интересная и довольно продолжительная. Да, конечно, вкусы у всех разные, но я более чем уверен, что большинству из вас она полюбится. Особенно, если вы будете играть с напарником. Кооператив в этой игре настолько шикарен, что я без зазрения совести добавляю ее в золотой кооперативный фонд. Не слышали о таком? Это потому, что я его только что придумал. Так что, если ищете чем бы позабавиться в компании из двух человек, вы нашли то, что искали. Так что смело пробуйте, играйте и переигрывайте. Оно того стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok